Майнкрафт или реальность? Круто, наверное, что если жизнь покажется слишком утомительной и сложной, можно будет выбрать режим полегче. Тут тебе не страшны ни киперы, ни голод. Но это неинтересно. Ставим режим выживания. Теперь придется действовать как в реальной жизни. Добывать еду, строить дом, защищаться и набираться опыта. Конечно, в игре это делать гораздо проще. Одной киркой ты можешь и дерево срубить, которое повиснет в воздухе, и камень добыть, ломая его буквально за несколько секунд. Сутки тут длятся 20 минут. А твой пиксельфейс даже сможет привлечь чье-то внимание. Ты можешь есть сколько угодно фастфуда, и твои пропорции не изменятся. Это плюс. В любое время года тебе всегда комфортно, и не надо покупать одежду. А кактус в доме можно использовать вместо мусорного ведра. Достаточно приложить к нему предмет, и он исчезнет. Но если скучно, можно переименовать овцу, и она будет переливаться разными цветами. И да, тут просто так можно встретить овцу на улице. Не забывай, это Майнкрафт. Майнкрафт. Пора возвращаться домой? Совсем забыл. Тут же легко можно украсть или разрушить твой дом. Похоже, игра окончена. Срочно скрафтим штургу для защиты. Первое оружие появилось 400 тысяч лет до нашей эры. Это была палка. Далее, чтобы не лепить за противником, человек изобрел первый лук. Потом, в четвертом веке до нашей эры, появились всадники. А уже самое популярное оружие, меч, появился тысячу лет до нашей эры. Арнольд. Тут нужно оружие посерьезней. Поселенцы задействовали все свои силы. Защищаясь, не победить. Тебе нужен меч. Меч — это произведение искусства. Как, например, японский меч «Телекан Занбата». Месяц активного пользования этим мечом равен году в спортзале. Его длина достигает 78 дюймов, а вес — 33 фунтов. Так что в современном мире его можно увидеть разве что в аниме. Покажи, Марнольд. В бою побеждает Мистальт на характер. Да, вот это другой разговор. Столько лет, Арнольд, ты сильно изменился с нашей первой встречи. Этот меч тебя не подведет. А вообще, мог бы алмазный меч существовать в реальности? Алмаз — свет, мощный, но очень хрупкий материал. Но зато алмазный меч будет в два раза легче обычного. Но вот стоимость, если один карат стоит 9 тысяч долларов, а в нашем мече будет около 3,5 тысяч карат, выходит 32 миллиарда долларов. Да, теперь тебе точно не выбраться. Похоже, 8 королей впервые решили объединиться и выступить на одной стороне. И чтобы победить здесь, тебе нужно черпать мудрость самых великих воинов, которые говорили, что для победы тебе не нужен меч. В мире Майнкрафта примерно 920 квадриллионов блоков во всех измерениях. Один стример полностью прошел его за 2,5 тысячи часов, преодолев 32 миллиона блоков. Парни, у тебя получится. Но придется пожертвовать временем и здоровьем. Каждый час долгого сидения сокращает жизнь на 22 минуты. А у тех, кто сидит по 11 часов, жизнь сокращается на 40%. А еще вдобавок диабет, ожирение, болезни сердца и ранняя смерть. О, Арни, ты уже построил собственный замок? Из песка? Так не пойдет. Тебе нужна команда по захвату Майнкрафт. Самая лучшая команда. Готово. Теперь играть станет легче. Или нет? Во время игры глаза моргают всего 4 раза в минуту, из-за чего защитная пленка глаз быстро пересыхает. А если добавить действия обогревателей, то ты, Арни, сейчас чувствуешь адскую боль. Но для тебя все это мелочи. Ведь скоро твоя могущественная армия захватит мир Майнкрафта. Осталось нажать на кнопку и отдать приказ. Но где твои пальцы? Ты слишком долго играл. Твой мозг уже не различает, где реальность, а где игра. Арни, тебе нужен отдых. Ты уже сам похож на Крипера. Что ты делаешь? Лучше выйди и подыши свежим воздухом. Не так же? А вот и Берта. Хотя, пока ты захватывал Майнкрафт, она сменила увлечение и теперь фанатеет от Гарри Поттера. Ты открыл портал, и вселенная закинула тебя в игру GTA V. Ладно, шучу. Это сделал я. Welcome to Los Santos. Ну что, Арнольд, ты готов стать самым богатым и влиятельным человеком в городе? Садись в тачку и погнали! Знакомься, это Майкл, один из трех главных героев игры. Как насчет первой миссии? Покажи свои навыки стрельбы. Итак, ближе к делу. Не секрет, что город Лос-Сантос криминальный и очень опасный. Для начала предлагаю изменить твой образ. А то выглядишь как фанат Майнкрафт. Пара брутальных татуировок тебе не помешает. А вот это уже настоящий гангстер, и он готов ограбить банк. План такой. Вы тихо проникаете в здание, расстреливаете бронированные стекла, взорвете дверь хранилища и заберете золото. Отлично! Пора сваливать. Чтобы быстрее скрыться, в ГТА нужно не бежать, а прыгать. Но ты знал, что реальный вес оружия и золота, которые сейчас на тебе, около полутонны. Но в ГТА это не важно. За вами хвост, нужно скрыться. А сделать это бывает очень просто. Тебе всего лишь нужно затаиться в тихом месте, и через время про тебя забудут. Гляди, а ты неплохо заработал. Теперь можно смело тратить деньги на вечеринки, дорогие костюмы и искупить всю недвижимость в городе. Чтобы просыпаться с самым красивым видом из окна. Но это же так скучно. Забыл? Ты же настоящий гангстер. О да! Мега-погоня всех! Шевелись, Арнольд, иначе тебя подстрелят. Самолет? Ставь лайк, если умеешь летать в ГТА. Кажется, тебе не повезло, и ты попал в модифицированную ГТА с гангским мегалодоном. Арнольд, катапультируйся! Ну все, тебе крышка. Стой! Арнольд, ты выжил! А это еще что? Новая ГТА? Вау, это же Сейко Шидори, бывший капитан небесного отряда, мечтающий стать королем самураев. В детстве его приняли в небесный корпус, где он защищал свою страну от шинигами, вампиров, пиратов и девочек-танкисток. Когда все друзья отвернулись от него, он остался наедине с тьмой внутри себя. Арнольд, ты попал в самый популярный аниме-жанр сёнэн. В нем герой с низов достигает вершины и побеждает главного противника. Тебе придется усердно тренироваться, чтобы стать сильнее и понять его философию. Вперед! Знакомство с культурой мы начнем со старшей школы. Важный период в жизни любого аниме-подростка. О, да! В аниме любая девушка идеальна. Для некоторых мужчин это завышает требования к своей избраннице и часто в конкуренции побеждает вайфу. Нарисованная жена. Арнольд, кажется, ты создан для аниме. Такой идеей могут помешать только гандамы из жанров меха и кайдзю. Чтобы создать аниме, придется сначала отрисовать мангу. Манга — тот же комикс, только читается задом наперед. В Японии на их печать уходит больше бумаги, чем на производство туалетных рулонов. О, Арнольд, ты не теряешь время зря. Кстати, они твои сводные сестры. А вот и он. И ты готов к этой битве. Открывай банкай и не трать фуриоку зазря. Адиме, используй силу титана-прародителя. Контролируй свою реацию. Сейку щедори слаб. За ним лишь тьма, а за тобой свет, дарованный тебе дружбой. Вспомни, ради чего это все. И не дай никому сбить с тебя с ног. Отлично справился. Трибуны на взводе, и походу тут намечается серьезная дуэль. Карточная дуэль. Дай-ка посмотреть, что у тебя в руках. Может, найдем там что-нибудь интересное? О, боже! В 93-м году Magic of Gathering дал толчок коллекционным карточным играм. Их стоимость зависит от уникальности и состояния карт. Так, например, самая дорогая карточка с изображением Пикачу оценена в 5 миллионов 275 тысяч долларов. Но положив в карман, ее стоимость сразу упадет до 50 долларов. Так не годится, Арнольд. Если хочешь стать лучше всех, тебе и твоему другу нужно примерять судьбу настоящего покемонского тренера. Стоять на одном месте и не сходить с него всю свою жизнь. Да, по большей части в мире покемонов тренера занимаются именно этим. Пока не придет очередной чемпион и не сотрет тебя и твое чучело в порошок. Но это не самое страшное, Арнольд. Долго стоять на одном месте вредно для кишечника. Уменьшение кровотока нарушает его работу и вызывает запоры. Через неделю на твоих ногах появятся гематомы размером с четвертак. А через год позвоночник деформируется и тазобедренные кости продавят органы вплоть до легких. Как и у любого покемонского тренера, у тебя должен быть соперник. А вот и он, Сейко Шидори. Посмотри, он собрал значки всех лиг. Победил милтанка Витни Перекатом. Его родители погибли в автокатастрофе, но у него есть две холокарточки с ними. Но самое главное, он успешно заспидранил Покемон Рейнджерс, пока проводил операцию на открытом сердце. А ты знал, что спидранеры появились в 70-х с выходом первых видеоигр? Например, средний геймплей Покемон Рэд энд Блю на Геймбой — это 25 часов. А рекорд спидранера составляет 1 час 50 минут и 17 секунд. Ты свою кровать застилаешь дольше. Забудь все, что я тебе говорил, Арнольд. Значки и операции на сердце не имеют никакого значения, если ты не веришь в своего покемона. Сейко Шидори верит только в силу, но настоящая сила — это умение любить и понимать. Готов пройти игру в космосе? Или полететь? На Земле тебя держит сила тяготения, поэтому подпрыгнуть или улететь не получится. Но если бы ты мог развить достаточно большую скорость, то мог бы преодолеть тяготение Земли. Сила тяготения и сила инерции уравновешивают друг друга, и ты можешь спокойно летать в невесомости вокруг Земли. Перемещаться в невесомости не так-то просто. Уж точно не с твоей грацией. Арнольд, кажется, ты открыл новый вид топлива — сероводородный. Поможет ли это тебе справиться с монстрами? К счастью, не ты один пропустил тренировки перед полетом. Осторожно, Арни! Кажется, ты нарушил герметизацию. Из-за открытого шлюза баланс газов нарушен. Скорей надевай скафандр. Ура! У тебя получилось! Но теперь другая проблема. Как ты теперь будешь слышать монстров? Так ты всех монстров распугаешь. Нет, ты не оглох. Просто в вакууме звук не распространяется. Звук распространяется волнами. Вибрирующий предмет передает свою вибрацию соседним молекулам или частичкам. В космосе молекулы воздуха находятся так далеко друг от друга, что не могут передавать колебания. Нет воздуха — нет звука. Так что лучше посидеть в шкафу. Пока дают. Хьюстон, у нас проблемы. Неужели это последняя дверь? Интересно, что за ней? Он в космосе. У нас тут вечеринка в стиле Among Us. Это популярная игра. Количество игроков перевалило за 500 миллионов. А это больше, чем население левого полушария. Больше, чем у любой другой игры в истории. При этом 97% игроков играли в бесплатную версию для мобильных устройств. Но большую часть дохода для разработчиков генерировала платная версия для персональных компьютеров. Я не зря выбрал коричневый цвет. Ведь этот цвет выбрасывают за борт реже всего. А вот черный выбрасывают чаще всего. Более 90% случаев. И это как раз твой цвет, Арнольд. Игра началась. Здесь главное действовать быстро. Ведь в любое время могут... А вот и первое убийство. Не переживай, тут много детективов. Они сразу разберутся, что ты не убийца. Упс, по-моему, тебя подставили. Пора смываться, пока тебя не выкинули в космос. В игре нужно выполнять задание, чтобы дать понять остальным игрокам, что ты не убийца. Упс, этот отсек уже занят. Не будем мешать этой парочке. Появилось задание. Тебе нужно потушить возгорание в электроприборном отсеке. Кажется, получилось. Тебе поверили. Быстрее помоги игроку. Кажется, я видел огнетушитель. Арнольд, кто-то серьезно подготовился, чтобы тебя подставить. Тем более, что по статистике отсек электроприборов и админка – самые-самые опасные места. Раз уж ты предатель, тебе нужно взорвать двигатель и выиграть игру. У тебя не получается. Это круто, Арнольд. Значит, ты не настоящий предатель. Поздравляю. Берегись. Вот ты и побался, дружок. Прости меня, нам было весело, но сейчас нам с тобой не по пути. Но мы знаем, что ты не предатель. Осталось узнать, кто же это. А ведь иногда убийца гораздо ближе, чем кажется. Это еще один урок для тебя, Арнольд. В ОМОНГ нет друзей. Привет, Арнольд. Ищешь работу программистом? А ты сообщаешь, что закончил только двухдневные курсы программистов онлайн. А вот в Роблоксе вообще можно делать игры без программирования. Правда, мало кому удается создать такую игру, на которой можно будет что-то заработать. Сама идея платформы возникла еще в 1989 году с целью создания симулятора для изучения физики. Бета-версия Роблокса была представлена в 2004 году. То есть Роблокс старше среднего игрока, 13 лет. В 2016 в Роблокс было всего 10 тысяч аккаунтов. В 2019 — миллиард. Представляешь, сколько можно заработать? Но одному на коленке не получится. Нужны первоначальные инвестиции. Первая инвестиция в Роблокс была 560 тысяч долларов. Кажется, кто-то потратит все деньги еще до релиза. Отличную игру могут сделать и несколько человек в гараже. Не обязательно делать новый гугл. Рано радуешься. Пора отдавать кредиты и проценты. Тебе казалось, что 1% кредита — это мало, но на самом деле это 365% годовых. А с учетом сложных процентов, ты должен в несколько раз больше, чем брал. Каждый год только в Америке регистрируются сотни тысяч банкротств. 70% стартапов закрываются в первый год. И еще 25% в следующие несколько лет. Что ж, только квартирой не отделаешься. Тебе придется отрабатывать 10 тысяч лет. Да, но теперь тебе нечего есть и негде жить. Снова пытаешься устроиться на работу? Молодец. Но без образования можешь быть только уборщиком. Даже нет. Хватает людей, приехавших из других стран с тремя образованиями и готовых браться за любую работу. Так, может, ты наконец закончишь школу? Кстати, первые школы появились еще в Шумере 3-4 тысячи лет назад. В Шумере школа была привилегией и обучали в ней только мальчиков. Так что тебе, Арнольд, повезло. Компьютеры еще не изобили, так что приходилось писать на влажных глиняных дощечках. Фу, какая гадость. Да, тебе здорово повезло родиться в 21 веке. Что, в школу не берут, потому что ты взрослый? Надо поискать какие-то необычные школы. Посмотри-ка, школа Дорс. Ты ведь фанат этой игры. Добро пожаловать. Первый урок алгебра. Ха-ха, ты что, не читал листовку? Здесь учителя монстры. Очень эффективно. Арнольд, ты ведь учил таблицу умножения? А зря. Может, в этой школе еще и применяют телесное наказание? Нет, Арнольд, настоящее наказание. Били детей за плохие успехи еще в Древнем Египте. А в Южной Корее, например, запрет на телесное наказание вышел только в 2010 году. В современном мире школа – стандартный жизненный этап. Но не у всех детей есть возможность пройти через него. Так что многие используют спорт как социальную лестницу. Беги быстрее, а то закончишь чьим-то обедом. Может, не уйду эту школу? Читать ты уже умеешь. А почти 20% человечества не умеет читать и писать. Так, математика не твое, спорт утомляет. Но я знаю, что ты любишь растения и животных. Особенно животных. Особенно жареных. Ура! Биология! Кажется, этот учитель имеет свои взгляды на эволюцию. Возможно, тебе стоит подобрать другую школу. Если изначально школы просто готовили новых рабочих для заводов и фабрик, то теперь дети могут расти в комфортных условиях, не сталкиваясь с дискриминацией и физическим насилием. Если, конечно, в школе нет Арнольда. Мне всегда было интересно, сколько людей зараз может проглотить Трейнитер. Немного информации. Трейнитер — персонаж секретной организации СЦП, которая ведет учет и описание различных аномальных явлений на себе. На данный момент их насчитывается более 5000. Итог эксперимента — 37 человек зараз. Арнольд, забирай манатки, пора выбираться отсюда, пока тебя не растворил желудочный сок Трейнитера. Просто взять и выпрыгнуть из поезда на огромной скорости — это плохая идея. Но ведь ты не в поезде, ты в желудке. Давай-ка вызовем рвотный рефлекс и освободим тебя. Подсказка, попробуй пощекотать сиденье. Ставь лайк за лайфхак, как выбраться из Трейнитера. И как теперь попасть обратно домой? У меня есть идея, а что если мы сделаем из тебя поезд? Железная дорога — это второй по популярности вид транспорта. А в США — самая длинная сеть железных дорог в мире. Встречайте, Трейн Арнольд. Честно, выглядишь скрипово. Не так, как милый Трейн Томас. Если представить, что все поезда были бы с человеческим лицом, думаю, на скорости их глаза обветривались бы каждую секунду. Поторопись, Арнольд. Ночью на тебя может напасть поезд «Монстр Чу-Чу Чарльз». Это главный герой одноименной хоррор-игры. Монстр, который появился загадочным путем из горного поезда фирмы «Чарльз Компани». Он питается животными. Есть легенда, что этот монстр уже живет тысячелетия. Жми поршнями, Арнольд! Ого, тебя даже не остановил мистер Бист с его экспериментом. Как видишь, победить Чу-Чу Чарльза не так-то и просто. Арнольд, дорога ведет прямо к обрыву. Это твой шанс сделать так, чтобы Чарльз свалился туда. Все, что нужно, вовремя затормозить. Тормози! Фух, Арнольд, на этот раз ты отделался легким испугом. Доброе утро, свинка Арнольд. Лети, это же знаменитая семья свинки Пеппы. Ты такой счастливчик, Арни. Многие бы хотели сейчас быть на твоем месте. Где твои манеры, Арнольд? Семья Пеппы весьма консервативные и интеллигентные уроженцы Британии. Не позорь меня, пожалуйста. Сериал «Свинка Пеппа» был переведен более чем на 40 языков и был показан в 180 странах. Годовой доход превышает 1 миллиард долларов. Примерно столько же зарабатывал Аль Капоне и его чикагская банда. Ты точно уверен, что хочешь поставить этот бизнес под удар? Вот теперь это выглядит как самая настоящая серия мультика. Мама-свинья учит держать ложку в руках, а Пеппа газлайтит отца за его вес. Формат трехминутной серии очень быстро нашел своего зрителя. За это время авторы покажут знакомую всем бытовую ситуацию и научат жить эту жизнь. Арнольд, это же знаменитые прыжки в луже. Посмотри, каждый в своих фирменных ботиночках. Стоп, ты куда? Мы же с тобой это уже обсуждали. Арнольд, полиция тут не поможет. Ведь там работает подружка семьи Мисс Кролик. И теперь тебя ждет ужасно интересная игра «Голодная свинка». Популярность свинки уже давно вышла за рамки шоу. За один год компания продает... Да что здесь, черт возьми, происходит? Ладно, Арнольд, с меня хватит. Береги себя, старина. Шорж, какая встреча! Слушай, тебя никогда не интересовало, что будет, если тебя похоронят заживо? Люблю эту тему. Пол — это лава. Настоящая лава! Круто, правда? Казалось бы, к чему может привести обычная детская игра? Глобальной катастрофе. Старайся не касаться пола. Сейчас его температура может достигать 1200 градусов Цельсия. Передвигайся, используя подручные предметы. Но помни, стул сгорит уже через 3 секунды, кровать исчезнет за 5, а телевизор расплавится быстрее, чем закончится реклама. Арнольд, долго тут не протянешь. Давай наверх! Только не свались! Упав в лаву, ты получишь сильный ожог, который разрушит нервное окончание и вскипятит подкожный жир. А это означает, что ты даже не почувствуешь, как лава сожжет тебя до костей. Соберись и двигайся на север. Там явно попрохладнее. О, нет, болван! Железные конструкции нагреваются быстрее всего. Успокойся. Даже если ты упадешь, ты не утонешь. Лава не такая жидкая, как кажется. Ее плотность даже больше бетона. А для прогулок по лаве тебе пригодились бы специальные асбестовые сапоги, которые используют ученые-геологи. Фух, тут так жарко! При такой температуре вся вода в океанах закипит и превратится в тарелку рыбного супа. Пора спасать последнюю в мире рыбу. Но самое страшное — это не раскаленная лава, а процесс ее остывания. Теряя свою температуру, лава будет создавать кислотные облака, пара и газа. В их составе мелкие частицы стекла, которые опасны для человека. Но не переживай. Скоро весь мир превратится в Гавайские острова. Это что, приложение для знакомств? Хитро. Твоя голова гармонично смотрится с телом этого качка. Да ты везунчик. Но чтобы пойти на свидание, тебе нужно провести всего 18 часов 45 минут в самолете. Ведь это самый длинный рейс в мире. Опять ты нажал! Теперь тебе придется выполнить три задания, чтобы встретиться со своей избранницей. Или просто выжить. Посмотрим, какие у тебя преимущества. Маленький мозг, щуплые руки, любитель фастфуда. Все как в реальной жизни. Теперь выбирай скин. На свидание нельзя идти с пустыми руками. Найди что-то, Арни. Самый большой цветок в мире. Он воняет, как тухлое мясо. Если бы твоя девушка была мухой, ей бы понравился этот аромат. Эти милые создания всего лишь хотят передать тебе малярию, тибирскую язву или вызвать диарею. Что? Уже? В джунглях не так много общественных туалетов, но ты можешь сделать это, как наши предки. Это падальщик, Арни. Они подбирают все, что воняет. Лучше бы ты помылся с утра. Хватайся за лианой. Они могут выдержать даже слона. Мда, через полтора часа желудочный сок питона полностью переварит твои кости. Нужен нож, чтобы разрезать брюхо. Это спасло бы тебя на свидании с женщиной, но не с питоном. Я словил питона. Посмотрим, что у него внутри. Здесь только я могу быть экспертом по выживанию. Проваливай! Приведи себя в порядок. У тебя скоро свидание, а ты весь в слизи. Ты выжил и даже не потерял ни один палец. Джуманджи! Кажется, это была игра с дополнительным модом от Марио. Наконец-то у тебя появилась настоящая девушка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...